Друзья, приветствую всех. Я Дарья Счастлива. У меня в гостях известный военный аналитик Роман Светан. Роман Григорьевич, здравствуйте. Желаю здоровья. Роман Григорьевич, вооруженные силы Украины прорвали оборону врага на Запорожье. Появилась такая информация сегодня утром. Что скажете? Ну, будем говорить так, на Запорожском фронте. Юго-западнее Орехово, то, о чем мы с вами постоянно говорили, подготовка к прорывам. В общем, осуществлялись вот эти формирующие операции, зондирующие, те, которые осуществлялись именно на Ореховском направлении. Так как Орехов, он из всего Запорожского фронта, в этом смысле самый безопасный для выполнения прорывов. Можно было бы прорваться и восточнее, в районе Гуляйполя, на Бердянский, с Углидара, на Мариуполь. Но там пока мешает нам Времевский выступ, именно вклинение российских войск, мы его срезаем. Пока мы его не срежем до Старомлыновки, а где-то еще придется возиться, наверное, с неделю-две, то там прорываться, конечно, опасно. А в районе Орехово, в сторону Токмака, но только не на сам Токмак, а чуть западнее, на Васильевку, и обходя вот эти высоты южнее Пятихаток, на которых стоит российская артиллерия. То есть есть, но это не прорыв в прямом смысле слова. Я бы вот пока воздержался от таких победных реляций. И там есть моменты, связанные с первой линией обороны. Там действительно выдавили с первой линии, подходим ко второй. Вторая мощнее. Но это уже, значит, это мы уже можем подтянуть нашу артиллерию, ближе достанем и до второй, и до третьей артой. И сами действия по второй линии обороны, они могут уже быть мощнее с помощью бронегрупп, железных, так сказать, кулаков, которые у нас есть, а не такие, как рассредоточенными группами, которые проводились до этого. Потому усиливается наше давление, формируется, я бы сказал, до сих пор еще идут формирующие операции, так как уничтожение и снос первой линии обороны, это все-таки еще формирующие операции. Реальная линия обороны, так, кондовая, это вторая и третья. Вторая, она алармная такая, она для того, чтобы прикрывать первую или удерживать провравшиеся войска противника у себя на второй. А третья уже для того, чтобы удерживать войска, которые идут на прорыв второй линии обороны, чтобы третья перехватила. Но самое интересное по направлению на Токмак, там есть несколько, до семи линий обороны, если считать некоторые гарнизоны, или не включая тот же линию обороны Токмака. Потому там очень много еще работы. Каскадного обрушения точно не будет. До оперативного простора добраться, это нам надо Токмак пройти, там или с запада, или с востока. Потому направление на Токмак, оно самое, наверное, сложное. Потому и россияне, ну, самое сложное, но самое то, которое выполнит задачу выхода на пересечение сухопутного коридора. Потому россияне его и укрепили. Ну, я думаю, движение правильное, грамотное, и дальше вот ребята выполняют все согласно плану, все идет, наступление продвигается. Военкоры в шоке. Вот они все время пишут, что вооруженные силы Украины прорвались на левый берег, и они об этом уже просто перманентно говорят. Ну, опять же, прорвались на левый берег. Если правильно говорить, наши оперативные группы, это войсковая разведка, разведосы наши, у них задача стоит такая, выходить в глубину противника. Мы с вами об этом говорили. Они на левом берегу уже были в начале мая. То есть, когда началось наступление, реальное наступление, наступление начинается с захода разведки на глубину до 30 километров. Это в глубину противника. И вот через Днепр, тогда переправились наши группы. Они были на левом берегу, уже были готовы некоторые плацдармы. Россияне понимают, что в начале июня мы начну форсировать Днепр, уже были готовы с помощью нашей разведки на левом берегу. Они подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, смыли, так сказать, наши редуты. Мы ушли, то есть ушли на правый берег, было чем, ребят отвели. Но вот после того, как Днепр уже спал, вода спала, Днепр вошел в берега, даже, я бы сказал, просел, просел по некоторым позициям. И сейчас продолжились эти же самые действия. То есть наша разведка на левый берег заходит и начинает выполнять задачи разведки, до разведки, корректировки огня. Артиллерия подошла наша к правому берегу, уже к самому берегу. Потому идет корректировка с помощью нашей разведки и подготовка плацдармов. Причем все те же русские военкоры верещат про Антоновский мост. Я их могу обрадовать не только на Антоновском, не в районе Антоновского моста. Начиная от Кинбургской косы и заканчивая Новой Каховкой. На левом берегу наша разведка. И там направлений может быть, ну я вот посчитал только по карте, около семи направлений, где можно реально довольно-таки неплохо переправляться на левый берег, форсировать Днепр, а тем более под прикрытием артиллерии и ПВО. Что такое, когда прикрывается артиллерия и ПВО? На правый берег, допустим, вот если мы в районе Олешек переправляемся. Вдоль, допустим, того же подорванного Антоновского моста. Со стороны Херсона подходит батарея натовской техники. Это может быть буссируемая, то есть семерки, это может быть саушки какие-то подходят. И они могут доставать до 25 километров на левый берег. Вот такой купол, который прикрывает наши войска на левом берегу, 25 километров, выжигает все, что движется. Вот все российское движется в сторону наших ребят на левом берегу, они просто его выжигают. А для того, чтобы российская авиация не смогла ударить ни по нашим хлопцам на левом берегу, ни по батареям на правом берегу, туда подтягивается хорошая система ПВО. Это может быть какая угодно. Аристена, Самс, С-300, Сэмптида. То есть любая хорошая система, которая также куполом прикрывает весь плацдарм и артиллерию от воздействия российской авиации. Вот что происходит по всему течению Днепра, причем от Новой Каховки, от Береслава, буквально по правому берегу, до Херсона. И я думаю, россияне будут приятно удивлены скоро, когда увидят, может быть, наши части уже в районе армян. Замечательные новости, Роман Григорьевич. В тем времени на России появляется информация из The New York Times, что замкомандующего войсками Российской Федерации Суровикин знал о планах Пригожина восстать против всего военного руководства России. Более того, не просто знал, но и поддерживал. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на спецслужбы Америки. Разведка США пытается установить, а помогал ли Суровикин устроить бунт, есть признаки того, что другие русские генералы, например, Алексеев, замглавы генштаба, тоже могли поддержать идею Пригожина с силой сменить руководство Минобороны РФ Герасимова и Шойгу. Что скажете, Роман Григорьевич? Ну, есть рациональное зерно. Первое. При движении колонны Пригожина, все равно, хоть из Украины в Россию, на Ростов, хоть из Ростова уже потом на Москву, авиация могла бы ее остановить в любой точке. До Ростова, в Ростове, выходя из Ростова. А Суровикин – это командующий воздушно-космическими силами, то есть начальник огня и дыма с воздуха над всем летным составом. Если бы Суровикин поставил задачу уничтожить колонну, хватило бы одной эскадрильи Су-25-х с системой радиоэлектронной борьбы, которая придушила бы любое ПВО, которое было у Пригожина, и уничтожить эту колонну на марше. Значит, эскадрилья Су-25-х перемешала бы эту колонну с черноземом и, правда, с гражданскими, которые ехали там в этой колонне. Ну, россияне ж никогда на гражданских не обращали внимания. Потому, раз этого не было сделано, значит, Суровикин точно был в курсе. Вопрос в курсе чего? В курсе мятежа, задачи или там в общей системе, так сказать, этого спектакля. Это уже будет потом понятно. Но то, что точно Суровикин был в курсе, это видно под действием летного состава. Генералы все могли, на самом деле, быть такими менеджерами, теневыми кураторами, глушили связь и так далее. Вообще генералитет мог восстать против Шойгу и Герасиму? А это означает, что режима в будущем? Дело в том, что, как всегда, как только министр обороны долго сидит, на миллиардных, сотни миллиардов рублей проходят через Министерство обороны, через Шойгу и того же начальника генштаба, тем же Герасиму. Это становится таким очень золотым местом, которое все остальные генералы, которые видят, облизываются только. И тот же Пригожин, эти миллиарды он же получал для поставок армии. Естественно, что-то к себе же прилипало, это же никак без этого. То есть, и такие места, на них обязательно это место кто-то хочет залезть сам. Потому все, я бы так сказал, все генералы, которые могли гипотетически стать на ступеньку выше, они были бы заинтересованы в снятии того же и Шойгу, и Герасимова. А уже как, до какой степени они были вовлечены в этот мятеж, или как его правильно назвать, спектакль, по крайней мере, исходя из выхлопа, выхлопа ж никакого, только проблемы, все в черном и все, и все в саже от этого выхлопа, то генералы точно были в курсе вопрос степени их участия. Но, я думаю, все были за двумя руками. Вот двумя руками за вы сказали, а Путин признал все-таки, что частная военная компания «Вагнер», она никакая не частная, она содержалась за счет государства. И за год Россия потратила на его содержание 86 миллиардов рублей. Давайте посмотрим этот фрагмент. Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Вот только с мая 2022 года по мае 2023 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компанию «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. Это много или мало для частной военной компании «Вагнер»? И потерял ли, я так понимаю, Пригожин эти деньги? Возможно, поэтому он пошел на Москву. Потому что они же разорвали контракты с Минобороном. Может, он из этих 86 миллиардов пошел? Что вы думаете? Ну, это прямых, скорее всего, вливаний в самого ЧВК. Это небольшая сумма для выполнения, допустим, поставок. Там должны быть сотни миллиардов рублей, если в рублях считать. Сотни миллиардов рублей, допустим, какая-то компания типа «Конкорда» могла поставлять в российскую армию, начиная от еды, заканчивая амуницией, неважно, пропуская через себя, делая определенную наценку и оставлять у себя определенную долю прибыли. А уже эта компания типа «Конкорт», она уже могла финансировать ЧВК «Вагнер» по разным направлениям, включая и наличку в том числе, то есть такие моющие фирмы, которые могли еще и обналичивать эти деньги. Потому что имеет в виду Путин либо прямое вливание, то есть прямые платежи из бюджета Министерства обороны, либо, допустим, определенная наценка на приемки товаров при закупках. Это уже другой вопрос. Но то, что Путин признал прямое финансирование «Вагнера», это уже такой серьезный звоночек. То есть получается российское... А вот теперь самое интересное дальше. ЧВК «Вагнер» признана террористом. То есть это не армия, но это, по крайней мере, группа террористов, причем признана уже чуть ли не большинством стран мира. А получается российское государство – спонсор терроризмов. В чистом виде. Это то, что признал Путин, подтвердив, и тем более из госбюджета подтвердив переброску денег на эту террористическую организацию. Потому что здесь уже не должно быть вопросов ни у кого признавать или не признавать Российскую империю государством-спонсором террористов. Это уже вопрос к нашим партнерам. Что им еще надо, если уже сам Путин это признал? Ну а то, что большие, однозначно большие деньги, то, что именно потерял «Вагнер» эти деньги, скорее всего, на закупках, а нельзя, получается, ссориться с министром обороны или с начальником генштаба, который подписывает платеж. Вот просто нельзя. А раз он поссорился, значит, он это потерял. А восстановить, как восстановить? Ну только мятежом, снеся этих людей, которые не хотели подписывать ему платежки или подписывать договора на поставки на продление. А без этих денег ему удерживать частную компанию невозможно. Все же просто считается. Вот смотрите, частная военная компания. Это, значит, люди нанимаются за определенное денежное вознаграждение. Оно примерно соответствует 3-5 тысяч долларов по некоторым позициям до 10 и дальше, в зависимости от иерархии в командном составе. Но среднее около 5 тысяч долларов на человека. То есть, как минимум, если 10 тысяч человек есть, то по 50 миллионов долларов ежемесячно – это только на денежное содержание. А реально в 10 раз больше для того, чтобы обеспечить работу самолетов, вертолетов, танков, подвоз оборудования, еды и всего остального. В 10 раз больше. До полумиллиарда долларов иногда доходит до 500 миллионов долларов обеспечения. Потому без государственного обеспечения Вагнер бы не смог удерживать это частное образование. Это очень дорого. Роман Григорьевич, вот несколько тезисов, которые я услышала, готовясь к нашему с вами интервью. Во-первых, Лукашенко сказал, что когда Прикожин шел на Москву, он был в эйфории. Когда они разговаривали по телефону, они только на матерном языке разговаривали. И Лукашенко ему сказал, тебя раздавят как клопа. Это цитата. А дальше он сказал, что Путин был готов мочить. Прикожина, прошу прощения, это тоже цитата. И тут появляется информация, что есть некие 32 тысячи солдат, ЧВК Вагнер, который отправил Прикожин пока к семьям и так далее. Они пока не служат. Они могут в любой момент вернуться. И этой большой силой, там 25, возможно, плюс 32, еще они пойдут в Белоруссию или откуда-то из другого места вновь на Москву, чтобы уже раздавить, уничтожить и так далее. Как вы считаете, ну, во-первых, раздавили бы как клопа вот то, что вот сказал Лукашенко, насколько это соответствует? Потому что и согласны ли вы, что Прикожин был в эйфории, когда он шел? И могут ли эти 32 тысячи сыграть второй акт, скажем так? Ну, в эйфории он мог идти. Дело в том, что у него слишком легко дался Ростов. То есть они зашли, ну, во-первых, до Ростова там несколько часов езды, то есть с Янакиева, где они базировались. От Янакиева до Ростова там чуть больше сотен километров. Потому пара часов они в Ростове, естественно, в Ростове их никто не ждал, и они очень легко взяли Ростов и штаб ЮВО, Южного военного округа. Потому он однозначно был в эйфории, слишком легко ему-то все далось. Ну, а дальше трасса на Москву. Но самое интересное, это трасса Дон, как называемая, это Москва-Ростов. А вот она, эта трасса, заходит в Москву через реку Ака в районе Каширы. Вот в районе Каширы через реку Ака его сдала 45-я бригада. Дивизия, которая его бы точно перехватила на северном московском берегу реки Аки. Они бы через нее не переправились, не форсировали бы реку. Они туда двинулись. С Воронежа пошли на Липецк, ну, в Липецк области вдоль этой трассы шли в сторону Каширы. И, в принципе, должны были бы форсировать Аку в районе Каширы. А там бы точно 100% они были бы остановлены на мосту и раздавлены. Там шло около 5000 человек, не больше бригады. То есть, можно сказать, где-то бригада, пусть, ну, 5000-4-5000 человек двигалась в сторону Москвы параллельными дорогами. Но они Аку не перешли. Причем, самое интересное, параллельно с этой трассой, уже ближе к Москве, подходят еще две трассы. С запада и с востока. С запада в районе Серпухова, там также мост через Аку. И с востока это Коломна, тоже мост через Аку. И там, и там Пригожина бы перехватили. Так вот, почему я, допустим, думаю, что это все-таки была постановка? Они не планировали заходить в Москву. Они бы не форсировали Баку. Ни с одной, ни с другой стороны. Заходить в Москву можно только со стороны Беларуси. По Смоленскому и Брянскому шоссе. Это если бы они от Воронежа отвернулись на Брянск, на северо-запад, на север. Они пошли бы на Липецк и на Каширо. Вот тогда можно было бы говорить о том, что они действительно хотели этими 5000-ми зайти в Москву. Но этого мало. И вот здесь возникает вопрос, что будет дальше. Сейчас Пригожин собирается всех собрать в Беларуси. И если он действительно может активировать около 30 тысяч человек, это корпус, который точно на 100% со стороны Беларуси, или, по крайней мере, с Брянска или Смоленска. Но оптимальный вариант это со Смоленска, именно со Смоленской, по Смоленскому тракту. Так шел Наполеон, не просто так в Москву зашел. Вот эта вот Смоленская дорога, она заходит в Москву, там практически невозможно остановить ни одну довольно-таки укрепленную армию или корпус. То есть Пригожин хочет стать Наполеоном. Да, Наполеоном, да. Он эту, скорее всего, треуголку уже там или что там у Наполеона на голове было, себе примерял, и он немножко на него похож. Особенно в последние дни Наполеона. Вот где-то они еще и похожи. Да. Опять же, вы верите в информацию о том, что частный самолет Пригожина мог взлететь в Москву сегодня ночью, Роман Григорьевич? Ну, почему нет? Самолет может двигаться, но он может быть и с Пригожиным, он может быть с 50 миллионами для российских налички, для российских погибших, только для семей погибших летчиков. Что угодно это может быть, двигаться они могут куда угодно. И сейчас пытаются выйти, сохранить мину при плохой игре, будем так говорить. То есть все рухнуло, все, кто там себе что рисовал, не произошло ничего. Произошло все хуже, чем даже мог себе кто бы ни было представить. Все проиграли. Россияне проиграли все. И Пригожины, Суровикины, и Путины, и кто стоял рядом, и кто попрыгал рядом, или кто-то где-то что-то хотел поиметь. Все проиграли однозначно. Все военно-политическое руководство России сейчас полшивга в работе над этой проблемой, которую создал такой несостоявшийся марш этого Пригожина. Даже если бы он состоялся, он был бы как-то положительным. Если бы они не сбили вертолеты, не сбили, дошли бы до Каширы, остановились бы в районе Каширы, на южном берегу Оки. Именно, скорее всего, так. И дальше договаривались о какой-то смене того же Герасимова и Шойгу. И это было бы выглядело, да, это выглядело довольно-таки бы неплохо. Все тогда были в шоколаде. А так, получается, из-за принятия решения всего лишь одним человеком, оператором того же «Панциря» шибить все, что летает. Я не удивлюсь, если у этого оператора будет фамилия Дмитренко какой-нибудь. И все это все. Вы имеете в виду в конце «Ко»? Ну да, я же имею в виду. В конце «Ко», да. Дмитренко, Коваленко, как угодно. Я поняла вас. Роман Григорьевич, то есть представить Пригожина в Москве сегодня возможно? Вот Пригожин возвращается в Москву. Возможно, однозначно, он может вернуться в Москву и сейчас разыгрывать какие-то карты в Москве, разруливать ситуацию, пытаться ее разрулить. И это уже реально возможно. Тем более, раз его взял под свое крылышко Лукашенко, то я не думаю, что с ним что-то случится при согласованных действиях. Вот при несогласованных его может прибить сейчас сын убитого летчика Пригожинцами. Ну, допустим, то есть это такой черный лебедь. Это может откуда угодно и как угодно. Ну, а если согласованные действия, то они сейчас будут эту ситуацию как-то выруливать. Вырулить у них не получится. Уже навсегда подрублена основополагающая, так сказать, часть любой армии, то, на чем держится любая армия, единоначалия. Пригожин, эту единоначалия по нему потоптался, его понадкусывал, съел его, переживал, переварил и в туалет сходил. То есть его уже нет. А раз нет единоначалия, значит, нет армии. И российская армия, как только начнется реальное силовое давление украинских войск, она побегит. Да, ведь, Роман Львович, может быть новый шок-контент с Пригожиным. Пригожин летит в Москву. То есть войти в ней на бронетехнике он не смог, а прилететь на частном джете, что называется... Прилететь легко, да, легко. Тем временем, чтобы завершить с Пригожиным, как вы считаете, появится ли частная военная компания так или иначе в Украине, то есть против вооруженности Украины в борьбе? Потому что сейчас просто на территории России информация сообщается, я сегодня смотрела Радио Свобода, что наемников вербуют частную военную компанию «Вагнер». Это продолжается действовать на территории России и хотят вновь отправлять на территорию нашей страны. Ну, надо просто понимать, что такое любая частная военная компания. Это большая охранная фирма, которую в руках появились, кроме автоматов, допустим, появились еще, может быть, танки, может быть, там, минометы легкие, 82-е. Ну, то есть более-менее укомплектована некоторыми частями, которыми могут управлять люди без большой профессиональной подготовки, которая есть у летчиков, у, допустим, командиров кораблей, у команд подводных лодок, то есть у системных военных организаторов. Это вот такая охранная фирма, которая выполняет задачи, по большому счету, либо отжатие предприятий, либо охраны обороны предприятий, любых предприятий, неважно, охранная фирма. Либо попытки, вот, как в режиме штурмовой, занятия тех же предприятий, или в качестве предприятия это может быть, допустим, передний край противника, любого. Ну, то есть только за счет достаточного количества живой силы. То, что делал Привожин. Неважно, это любая частная компания, это ОПГ, это организованная преступная группировка, или большая охранная фирма, которая любая большая, или нет, любая охранная фирма, это, в конце концов, организованная преступная группировка. Потому как, как только видите на улице какую-то охранную фирму, вот вам ОПГ в чистом виде. А некоторые, они еще и с автоматами есть. То есть это бывшие работники милиции. Большой ВИЧ постсоветских стран, БРМ. Бывшие работники милиции, они не знают, куда себя деть. И вот организовывают сначала охранные фирмы, а потом пытаются стать частными военными компаниями, потому что в ЧВК больше платят. В охранной фирме можно получить тысячу долларов, а в ЧВК пять, а то и десять в зависимости. А хозяин ЧВК, он может уже миллионы отгребать. Вот движение. То, что происходит сейчас в России, это вот такое финансовое движение, никакого отношения к военному делу это не имеет. Это очередные мясные фарши, уже собранные, и будут как-то попадать на линию фронта. Но против железа никакое мясо не попрет. Вот посмотрите на того же Пригожина и его движение ОПГ. ОПГ Пригожина за год прошло 30 километров. Бурлоки на Волге, мы с вами говорили, быстрее ходят. Я больше вам скажу, черепаха быстрее двигается. У нее скорость движения до одного километра в час, ну полкилометра в час. Так вот черепаха за это время уже сгоняла до Бахмута и обратно сотни раз. Пока туда это ОПГ двигалось, так вот что такое ОПГ. Не обращайте внимания на ЧВК, ОПГ, Пригожина, факел, вымпел, как угодно это можно назвать, до армии им, как до Киева-Рачки. И вот в завершении саудовский телеканал Аль-Хадас сообщил в эфире со ссылкой на свои источники, что российская военная полиция, российская, задержала главу отделения ЧВК Вагнера в Сувейде на юге Сирии. Что происходит? То есть эпоха ЧВК, ОПГ, как вы говорите, десятилетняя более чем, завершается на территории общения? Это протокол безопасности, скорее всего. Как только Вагнер объявил о мятеже, то, естественно, все службы были предупреждены об такого рода действиях на своих территориях и не просто отработали. Военная полиция отработала по ЧВК Вагнеру, по тем людям, которые себя с ней позиционировали. И они их арестовали, сейчас посадили и будут сидеть до распоряжения. Они могут их отпустить, они могут их расстрелять, они могут их поставить, вернуть обратно там, где взяли. Ну, все будет зависеть от того решения, которое сейчас будет принято после вот этих переговоров. Скорее всего, как раз это решение сейчас и принимается. Почему и самолеты летают из Беларуси в Москву, из Москвы в Беларусь. То есть и Вагнер сейчас пытается это все уладить, понимая, что не он начал. То есть он все-таки такая, он же пустышка в этом смысле. То есть его дергают за ниточки, их там много людей, которые дергают. Вот сейчас эти люди вопросы решают, а он просто потом их объявит. Это говорящая голова и не более того. Это финансист, это может быть повар, это может быть какой-то мешок с деньгами. Но это не руководитель и это не человек, который принимает мешки. А вот говорящая голова с Медней империей, да, это его амплуа. Рома Олегович, в завершении ракетный удар по Краматорску. СБО задержало корректировщика огня. Мы понимаем, что сейчас в действии с наступлением вооруженных сил Украины вообще ракетные удары активизируются именно в том числе и на фронте, и на юге Украины, потому что там ожидается масштабное наступление. Как вы видите вообще сейчас карту этих ракетных атак? Ну вот контрики Малюка сработали. Задержали корректировщика, который еще, если бы они его не вычислили, вычислили быстро за несколько часов. Приняли, вытрясли из него все, что знал. Грушный корректировщик, это Гругыша в российской армии. Вот он навел ракету на этот кафе. Естественно, а значит это в чистом виде уже геноцид украинского народа россиянами. Тем более под управлением государства, а это террористический акт. Это еще раз говорит о том, что российская армия, естественно российское государство, это государство-террорист или спонсор терроризма. Этот грушник все рассказал. Контрики до этого взяли, кстати, две торпеды примерно таких же заходили на южноукраинскую атомную с целью подрыва, то есть проведения теракта на горячих реакторах. То есть вот они что еще делают. Это хорошо, что, я же говорю, контрики начали работать. А таких торпед же хватает и они будут. То есть эти торпеды российские, они будут скрываться. Это те консервы, которые здесь докладены или заново завербованы. И это движение однозначно будет. Здесь контрразведка должна работать. И за линией фронта это главное управление разведки, это хлопцы Буданова. И внутри контрики Малюка, СБУ. Вот должны работать над противодействием. Ну вот хорошо сработали. Движение дальше будет. Удары будут и на линии фронта, и за линией фронта. Надо быть готовым ко всему этому. Тем более, когда сейчас начнутся наши прорывы. Вот они уже сформированы. Мы это видим. Одно направление сформировано в районе Орехова. Будет еще сформировано направление с Херсонской области. На Мариуполь будет сформировано направление. И на Луганск, и на Донецк в том числе. Там тоже движение есть. И вот как только мы начнем двигаться так масштабно, мощно, увеличится количество ракетных ударов. Надо быть готовым и ни в коем случае не игнорировать воздушную тревогу. Будьте, пожалуйста, осторожны. Ракеты страшные. И С-300, которыми обстреливают. Это ракеты против самолетовых, используют против людей. Там они начинены десятки тысяч поражающих элементов. Но и баллистика, и ракеты крылатые, и Х-22. Последнее время россияне очень много Х-22 панов начали отстреливать. Это те Х-22, которые в свое время Кучма вместе с Кравчуком передали россиянам. Они сейчас обратно летят. Но они будут переворачиваться в гробу, я думаю. В паре, так сказать, тандемно. А вот то, что когда это все закончится, закончится это тогда, когда... Ну или произойдет реальный переворот в России, в Москве. Это может быть повторный заход уже со стороны Беларуси. Может к такому привести. Могут не выдержать сейчас российское руководство вот этого даже удара. А не состоявшегося путча, так называемого, после нашего удара и бегства россиян. Сейчас армия российская напрочь деморализована вот этим ударом. Они сейчас могут бежать и бежать по тому же направлению, по которому показал Пригожин. Он же показал порядок действий. Идите сначала на Ростов, остановитесь на Каширское шоссе и вперед. Вернее, на Дональд, доходите до Кашира и дальше двигайтесь на Москву. И там уже ищите правду. То есть сейчас может черный лебедь прилететь на Россию такой мощный, что вот тогда может остановиться, конечно, эти удары. Ну, посмотрим. Посмотрим, как будет развиваться события. Роман Григорьевич, благодарю вас. Вы всегда профессионально оцениваете все и с военной точки зрения, и с политической. Друзья, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий, откуда вы нас смотрите. Лайк и комментарий позволяют алгоритмам Ютуба сделать так, чтобы интервью с Романом Светаном посмотрело больше. Роман Григорьевич, благодарю вас, что вы нашли время. Подпишитесь на мой Ютуб-канал. Если смотрите нас с телеканала прямой, нажмите на название, там будет возможность это сделать. До скорых встреч уже в пятницу, Роман Григорьевич. До свидания.